В подарок коммуникации самые низкие налоговые ставки. Свыше 30 компаний выбрали для размещения своих производств индустриальные парки Самарской области и особую экономическую зону Тольятти. Создаются новые рабочие места. С условиями, которые предлагаются резидентам, на этой неделе познакомились инвесторы из других регионов и представители Ассоциации индустриальных парков России. Какую оценку они поставили губернии, расскажем прямо сейчас. Наши предки верили, прошедший через ворота гость очищается от темных сил. Сегодня суеверия уступили место рациональному подходу. Каждый понимает, ворота это в первую очередь защита. В Самарской области работает площадка крупнейшего отечественного производителя автоматических ворот. Секционные, раздвижные, подъемные, огнеупорные. Выпускаются модели как для защиты имущества граждан, так и предприятий. Производство открылось два года назад на территории индустриального парка «Преображенка». Именно здесь инвестору предложили самые выгодные условия. Среди них наличие всех коммуникаций и удобное транспортное расположение. Если сравнивать уровень подготовки Самарской области этой площадки технопарка, он сравним с европейскими аналогами. Практически такую же территорию нам предложили и в Чехии. Именно вот здесь, в Самаре, все-таки очень хорошо правительство Самарской области и руководство технопарка провели достаточно серьезную работу. Еще один гектар у нас есть в запасе, мы планируем его уже на другие направления. То есть это, возможно, алюминиевые системы, двери. Сейчас на территории индустриального парка «Преображенка» работают семь резидентов. В создание своих производств они вложили без малого 4,5 миллиарда рублей, создано более 300 рабочих мест. Свободны еще 20 гектаров, в ближайшем будущем территория расширится еще почти на 50. Мы полностью готовим площадку для резидентов, снабжаем всеми необходимыми ресурсами – вода, электричество, дороги, газ. Так как город развивается в этом направлении, то в первую очередь мы рассчитываем на то, что люди, которые здесь молодые, живут в южном городе, будут работать у нас в индустриальном парке и, в частности, у наших резидентов. Представители Ассоциации индустриальных парков России и бизнесмены из разных регионов страны также ознакомились с работой немецкого завода «Роберт Бош Самара». Это якорный резидент – крупнейший производитель автокомпонентов. Треть территории парка арендует предприятие «Самара Трансавто 2000», которое строит современные производственные складские помещения для бизнеса среди арендаторов компании с мировым именем. Уже запроектировано еще 150 тысяч квадратных метров. Это будет, как и большие корпуса формата А-класса, который мы сейчас строим. Также это будет совершенно новый формат не только для Самарской области, но и для России в целом. Это корпуса такого же высокого уровня, с хорошим качеством потолков, света, теплые, но он имеет меньшую нарезку, то есть отсеки будут кратны 500 метров. То есть это больше направлено на малый и средний бизнес. Делегация посетила и Ставропольский район, где расположена особая экономическая зона Тольятти. Сегодня здесь уже работают свыше 20 резидентов. Вместе с площадкой и бесплатным подключением коммуникации инвесторы получают солидные налоговые льготы. Как только проект окупится, начинает давать прибыль, ставка будет 2% вместо 20%. Инновации были внесены недавно по инициативе губернатора. Индустриальный парк и особая экономическая зона Самарской области на самом деле довольно активно развиваются, и даже на фоне многих других регионов выглядит очень хорошо. Мы видим здесь огромное количество и работающих предприятий, и новых проектов тех компаний, которые только строятся. Это и производство автокомпонентов, и фармацевтика, и разные другие виды производства, в том числе довольно крупные объекты логистики. Это все позволяет говорить о том, что на самом деле здесь эти площади, эти проекты востребованы. Опыт Самарской области резиденты других индустриальных парков и экономических зон будут применять на своих площадках. Георгий Федоров, Сергей Костин, Александр Каракулько, Новости губернии.